Собственно всем большой привет, с вами как всегда я Дезертир и у меня новый набор навыков и перков для вас, на этот раз для стелса. Собственно что же нам такое понадобится и как это все называется. Сейчас все объясню, покажу, расскажу и все такое. Традиционно начинаем с оружия. В данном случае я использую винтовку команда 553, потому что она довольно мощная, довольно хорошая. Я не устанавливаю на нее ничего, что могло бы уменьшить ее скрытность. То есть я не устанавливаю длиненный ствол, я не устанавливаю никакой глушитель, кроме вот этого. Я не устанавливаю режим, нет режим я таки установил, да, автоматическая стрельба соответственно. Я не устанавливаю цевье, потому что оно уменьшает. Короче говоря, все что уменьшает параметр скрытность, устанавливать я вам не советую. Потому что если вы идете на стелс, вам важен вот этот минимальный риск обнаружения. Если он у вас 3, у вас все отлично. Итак, прицел на него устанавливать вообще не надо, потому что по сути любой прицел, насколько мне не изменяет память, добавляет хотя бы 1 к скрытности. А нам это вообще никак не нужно. Да, видите, все прицелы хотя бы чуть-чуть, но добавляют. Касаемо приклада, есть приклад, который добавляет скрытность, и его надо ставить. То есть видите, он плюс 1 дает к ней. И верхний ресивер тоже надо ставить, потому что он добавляет плюс 4. Поэтому тут задумайтесь. Собственно, оружие в итоге у вас будет выглядеть вот таким вот образом. Выглядит оно довольно неплохо, на мой взгляд довольно хорошо даже. И довольно убойно само по себе во время миссии. По крайней мере стелсово. Что касается оружия второго, я с собой беру, соответственно, вот такой вот хорошенький пистолетик. Вставлю на него, соответственно, глушитель, лазер, все дела. Грубер курсы он такой, он довольно приятный. Раньше я бегал с Бернетти, но сейчас перешел все-таки на грубер. То, что в Бернетти, как видите, 9% палебности, здесь всего 3. 3 лучше, чем 9. Вот, еще побегать можно с интерцептором, он тоже довольно неплох в этом плане, но тут уж на любителя. Самый простой для начинающих, наверное, Чимана 88. Но я выбираю грубер крюс. Вот такие вот дела. Что касается его модификации, все очень просто. Я ставлю размер, не имеет значения, так как она не добавляет нам никакой скрытности, не отнимает ее. Дальше. В гаджетах я ставлю микролазер, который тоже нам ничего не добавляет для этого пистолета. Как видите, да? Добавляю рукоять, которая добавляет точность. Прицел я не ставлю, потому что он убирает скрытность. Затвор я тоже не ставлю, потому что он опять-таки убирает скрытность. В ближнем бою я использую, как и всегда, собственно, шокер. Ну, на самом деле, самое сложное, наверное, будет для вас сделать, это зайти в группу, соответственно, Payday и добавиться в стиме в Payday группу. После чего у вас откроется вот такая вот штучка, называющаяся заточка новая. Это для новичков самое лучшее оружие ближнего боя для незаметности. То есть, если вы там подбежали к какому-то охраннику, прынули его заточкой, он умер. Это очень удобно. В крайнем случае, вы можете прыгнуть даже два раза, если вдруг вы каким-то чудом не убили охранника. Это самое лучшее для новичков оружие ближнего боя. Да и не только для новичков, оно, в принципе, одно из самых лучших оружий. Вот. По крайней мере, если вы стараетесь делать максимальную незаметность, то эти две вещи самые хорошие в этом плане. То есть, вот, шокер и, соответственно, заточка новая. Гранаты, как всегда, Котель Молотова, но, как вы понимаете, на стелсе мы гранаты не используем, поэтому даже не думайте их использовать. То есть, ни гранаты, ни коктейли, ни, тем более уж, динамит. Естественно, у нас идет костюм-двойка в виде брони, потому что мы идем на стелс, а не на раш. В снаряжении мы берем, конечно же, генератор помех, и это важно. Он нам-то нужен. Нам не нужны ни мины, ни медицинские сумки, ни сумки с броней, ни с патронами, ни вообще ничего, кроме... Есть, конечно, люди, которые ходят туда с мешками для трупов. Есть такие люди, но я к ним не отхожусь. Я к ним не отняшусь. Мне, как правило, хватает тех мешков, которые у меня есть, либо плюс те, которые я закупаю отдельно. Поэтому, как правило, хватает. Касаемо, как обычно, масок и персонажей, вы здесь уже вольны выбирать сами. Вот такие вот дела. Теперь по поводу навыков. К призраку мы вернемся потом. Сначала посмотрим все остальные навыки. Вот эти навыки нам, в принципе, нужны лишь для последних скиллов их. То есть, про версии, да? Соответственно, первое, позволяет нанять наблюдателя в меню активов. Второе, это позволяет открыть особые активы своего человека. И то, и то нам, в принципе, нужно для стелса. Но не обязательно. Можно проходить и без этого. То есть, это уже по вашему решению. То есть, хотите ставьте, хотите нет. Зачем нам нужен кабельчик? Кабельчик помогает нам завязывать заложников. До шестерых заложников за раз. Если вы прокачали его полностью. Плюс вы завязываете их быстрее. И взаимодействуете с ним, в принципе, быстрее. Такие вот дела. Поэтому, это для стелса, если вы будете грабить с друзьями. Очень важно, очень удобно. Так что, пользуйтесь на здоровье. Это нужный скилл. Выносливость, опять же, нужна для скорости. Нам вообще, во всех навыках, нужна выносливость. Она очень полезна. Она всегда дает нам плюс. Чем больше и быстрее мы бегаем, тем лучше. Доминатор дает возможность на нужных некоторых миссиях. И для некоторых достижений, она дает возможность посадить любого охранника, которого вы видите. Да и не только охранника, в принципе. Например, есть достижение на карте Олеса. Там нужно пройти, никого не убив. Единственный способ, как это сделать, это посадить диджея с помощью завязок. И после этого посадить охранника с помощью крика рядом с пультом диджея. Вот такие дела. Иначе вы никак это не пройдете. Поэтому это довольно полезный скилл. Но вам при этом, при всем, все равно придется отвечать на пейджеры этого охранника. Так что не забывайте об этом. Пейджеры, это важно. У вас доступно будет всего лишь 4 пейджера, 4 ответа, вне зависимости, что бы вы ни делали. Правда, иногда случаются баги и бывает доступно 5. Но это бывает настолько редко, что я это видел всего 2 раза за все время. Ладно, перейдем к следующему. Это, конечно же, штурмовик. И это, конечно же, транспортер. Так как мы идем на стелс, нам нужно как можно быстрее взять добычу и уйти с добычей. Соответственно, этот навык нам просто необходим. Потому что мы перетаскиваем с ним намного быстрее добычу и кидаем ее намного дальше. Стальные нервы, в принципе, здесь не обязателен. Потому что он нам, как таковы, вообще не нужен здесь. Потому что мы не планируем получать какой-либо урон. Но, тем не менее, если вдруг чего, мало ли. Потому что иногда бывает, когда приходится допроходить миссию уже на Раше. Допустим, если какой-нибудь гений умудрился спалиться, тут приходится его уже проходить как-то так. Ладно. Что касается беглеца, конечно же. Здесь нам нужно оружие ближнего боя заметно на 2 пункта меньше. И создают враги меньше шума на 95%. Нам обязательно нужно 6-е чувство на полную. Потому что мы можем подбирать без маски. То есть, не одевая маску, мы можем подбирать карточки, ключи. Вот эти вот. Также, если мы остановимся на 3,5 секунды, то в радиусе 10 метров потихоньку начнут подсвечиваться окружающие нас охранники. Это тоже очень-очень-очень важно. Винстон Вульф. Штраф за убийство гражданский снижен на 75%. На то, что если мы случайно убьем гражданского. Или специально решим завалить миссию таким образом, чтобы убить всех гражданских и никто не палил и так далее и тому подобное. Дальше, что самое главное дает этот перк, он дает возможность носить с собой на одну дополнительную сумку для трупов больше. Здесь же мы прокачиваем скорость передвижения. Увеличение на 10%. Беги и стрелять. Но опять же добавляет нам скорость, что не маловажно. Переходим к самому главному. Это же сам призрак, сам стелсер. И здесь вот придется немножко зависнуть на объяснениях, потому что тут уже билд будет варьироваться от вашего желания. Но в целом, как правило, он сохранен всегда и одинаков. В первую очередь мы качаем с принтера. Потому что скорость, все дела, тут без вариантов. Далее можно прокачать чистильщика. Это тоже важно, это тоже нужно, потому что в инвентаре будет дополнительный мешок с самого начала. Плюс вы можете еще наносить больше урона специальным юнитам. Также купить мешки можете, что тоже не маловажно и нужно. Поэтому нужно. А вот. Зачем нам нужен хамелеон? Вы можете подсвечивать охрану и камеры в режиме исследования. То есть, грубо говоря, когда вы не надели маску, вы можете подсвечивать все вот это дело. Но берем мы, на самом деле, ради следующей части. Это вы становитесь менее приоритетной целью для врагов на 15%, когда находитесь рядом с напарниками. Это важно, потому что чаще всего мы хам вдвоем, например, на стелсы. Поэтому, поэтому как-то так. Зачем нам нужны быстрые руки? Все очень просто. Они нужны нам для того, чтобы просто упаковывать добычу. Чем быстрее мы его пакуем, тем быстрее у нас будет возможность смотаться оттуда. Зачем нам нужен мертвый президент? Да он нам нафиг не нужен. Я его вкачал чисто потому, что у меня уже скиллы девать некуда. И поэтому как-то так. Поэтому на него можете даже не обращать внимания. Его вообще качайте тупо, если вам некуда эти скиллы. Зачем нам нужен шиноби? Увеличивает скорость ходьбы и скорость передвижения, пригнувшись. Соответственно, скорость, скорость, она и в Африке скорость. Далее пойдут самые важные скиллы, лично для меня. Ну, кроме вот этого, он уже опционально для каждого свой. Но, тем не менее. Итак, первый же и самый важный скилл. Специалист генератора помех. Позволяет устанавливать два генератора помех вместо одного. Это значит, важно для нас все это дело. Вот, потому что генератора помех не дают нам спалиться, если мы случайно взяли там, например, не знаю, если кто-то попытался вызвать полицию, мы кого-то не заметили, мы ставим генератор помех, и он не может вызвать полицию. Вот. На тот случай, если кто-то запалился. Также увеличивает время работы помех генератора на 25% и продолжительность акустической петли на 25%. Генератор помех теперь откладывает ответ на пейджи столько, сколько генератор остается активным. Вот такие вот дела. Если вы не прокачаете вторую часть, то у вас вы поставите генератор. Допустим, вы убили полицейского под поставленным генератором, вы не можете на него отвечать. После того, как генератор закончился, и вы поставите следующий, то у вас ответ, как бы, ну, вы будете обязаны ответить. Если с полностью прокачанным данным перком, то вы сможете еще, подождать еще один генератор, то есть и не отвечать на пейджер. Далее. Перегрузка. Увышает продолжительность работы генератора помех еще на 25%. Вы можете открывать некоторые двери, используя генератор. Например, те двери, за которыми находится человек за камерами. Это очень важно, удобно и, в принципе, вам понадобится. Что касается Эксперт по взлому. Позволяет взламывать замки на 25% быстрее. Также на полной прогащике позволяет без суммы взламывать еще и сейфы вручную. Плюс ускоряет еще на 25%, то бишь, в общем, на 50 взлом замков. Что не может, собственно говоря, не радовать. Зацикливание камер. Не рекомендую качать его на полную, потому что, как правило, 10 секунд плюс 5 секунд отключения вполне хватает на то, чтобы все успеть за момент, отведенный нам отключением камеры. Грубо говоря, вы отключаете одну камеру, нельзя отключить более одной камеры за раз, на 10 секунд. Плюс 5 секунд она еще тупит. Поэтому у вас, по сути, 15 секунд. Но я не рекомендую качать на 20. Я не вижу в этом смысла. Только трата еще 8 очков. А очки нам могут куда-либо в другое место пригодиться. Итак, зачем я прокачал движущуюся мишень? В принципе, этот скилл необязателен. Он не нужен. Но. Есть одно но. Движущаяся мишень дает нам неоспоримый плюс. В чем именно? Вы можете бегать не только в прямом направлении, но и по сторонам. Позволяет бегать в любом направлении на полной прокачке. Я сейчас поясню, что это значит. Грубо говоря, если в обычной ситуации вы идете куда-то вперед и бежите вперед, то в какой-то момент, допустим, вы увидели охранника. И чтобы вам побежать назад, вы должны отжать shift, нажать назад и еще раз нажать shift. Во-первых, вы на это тратите время. Во-вторых, вы тратите на это не только время, но и, скажем так, ваши какие-либо усилия. Вы двигаетесь лишний раз. Ну и чтобы не сильно паниковать, не случайно никуда ничего не ошибиться, с вот этим скиллом вы должны просто зажать shift, бежать, допустим, вперед. И если как только вы увидите охранника, вы можете тут же просто нажать влево, вправо, назад, вперед, куда угодно, и вы тут же побежите, не отжимая shift. То есть это ускоряет работу и позволяет вам не запалиться. Такие дела. Все очень просто. Касаемо перков, тут как бы выбор особо невелик, и, собственно, как правило, все убирают один и тот же перк, это взломщик. Потому что шансы вернуться на 5%, увеличивается вероятность того, что враги начнут стрелять половину меньше на 5%, то есть если он вас заметил, он не сразу начнет на вам стрелять. Ну вот, скорость взлома замков увеличена еще на 20%, то есть это тоже дает вам плюс. Шансы вернуться с датский кураж. Довольно важный перк в плане того, что благодаря нему, кстати, вы можете выполнить одно достижение. Это скорость ответа на пейджеры увеличена на 10%. Достижение, по-моему, ответить на 4 пейджера за раз, ну подряд, там за какой-то короткий промежуток времени, по-моему, за 90 секунд, что ли, надо ответить на 4 пейджера. Делается он, по-моему, на картинах, подставах с картинами или картинная галерея. В любом случае, где-то там его можно сделать. Естественно, тоже уменьшает вероятность того, что враги начнут по вам стрелять, уже, соответственно, в общей сложности эти два перка урезают вероятность стрельбы по вам на 10%. Также увеличивает скорость восстановления брони на 20%, если прогнуться или не двигаться. Но тут вам это особо не пригодится, поэтому как-то так, потому что на стелсе вам это не надо. Вероятность того, что враги начнут стрелять по вам снижена еще на 10% благодаря козырю в рукаве, соответственно, уже 20%, и скорость упаковки трупов увеличена еще на 20% благодаря той, что и была. Плюс дает еще шансу вернуться на 10%, но он, в принципе, нам не нужен. Поэтому не ради него мы берем. Также прятки в толпе дает нам параметр плюс 1 к скрытности, ношение брони влияет на скорость передвижения на 15% меньше, то есть без брони мы вообще бегаем, как хотим, с броней на 15% меньше. Количество очков опыта при завершении дней контракта увеличено на 45%. Тоже довольно много, довольно хорошо, и стелсом, в принципе, проходить миссии довольно удобно, качественно и классно. Вот такие вот дела, вот такой вот у нас билд. На этот раз это стелсер. И на этом, я думаю, что, скорее всего, все на сегодня. Всем спасибо, с вами был Гальситарезертир. Всем пока и удачи, свидимся! Субтитры сделал DimaTorzok